Глубоко уважаемые коллеги, я от имени скромного коллектива нашел, благодарю вас за приглашение и хочу поделиться некоторыми аспектами нашей работы в рамках ранней диагностики и скрининга злокачественных новообразований. Мы понимаем, что ранняя диагностика злокачественных новообразований – это выявление заболеваний у больных самостоятельно обратившихся за медицинской помощью и имеющих те или иные жалобы, а скрининг злокачественных новообразований – это активное выявление бессимптомного рака. Есть определенные разделы скрининга рака, и мы знаем, что есть методы, эффективность которых доказана, эффективность которых находится на стадии изучения, и методы скрининга, неэффективность которых также уже доказана. И понимаем, что у любой программы есть промежуточные признаки эффективности метода увеличения количества выявленных больных, увеличение частоты ранних форм рака, снижение частоты выявления распространенных форм и улучшение выживаемости. Но мы также понимаем, что скрининг считается состоявшимся, когда происходит снижение смертности от той формы рака, для выявления которой он проводится. Нашу работу мы проводим на территории Омской области, это обычный регион для Зауралия, он простирается на огромной территории, площадь его 140 с лишним тысяч километров. Население проживает в шести городах, в 21 рабочем поселке и полутора тысячах в населенных пунктах, и общее население его составляет 2 миллиона человек. Специализированная помощь оказывается в двух стационарах общей мощностью на 600 коек хирургических, радиологических и терапевтического направления и 20 коек для детского населения. Имеется также две поликлиники при каждом из стационаров, и каждая из них оказывает помощь и со всеми атрибутами, как то запись на прием, электронная регистратура. Но фактическое посещение сейчас, в данный момент, уже в определенной степени переваливает от запланированной. Мы также с вами понимаем, что специализированная помощь сама как таковая, она не способна провести программы ранней диагностики и скрининга онкологических пациентов. Поэтому основная эта работа у нас и ведется в первичном звене здравоохранения, где у нас имеется ориентировочно 6 тысяч специалистов, которые и включены в эту программу. В 2006 году создан канцерегистр Омской области. Он основан на базовой системе канцерегистра Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена. Все системы и передачи данных защищены. И в настоящий момент информационное пространство онкологической службы Омской области охватывает практически полторы тысячи пользователей. И мы с вами видим, что основная масса пользователей расположена в первичных онкологических кабинетах, в кабинетах акушерок, врачей женских консультаций. И только небольшое количество этих пользователей есть у административных работников. Для работы создана внутренняя система, это система базис, и система для внешних пользователей, это система автоматизированного рабочего места онколога. И за это время создания этой всей службы произошла определенная эволюция онкологической службы региона. И теперь рабочее место врача-онколога первичного онкологического кабинета выглядит таким образом, как справа на картинке. И у него есть определенные инструменты, с помощью которых он вносит информацию в базу данных. И кроме того, для диагностических мероприятий созданы определенные модули. И вот я остановлюсь на четырех из них. Это диагностика рака шейки матки, предстательной железы, молочной железы и толстой прямой кишки. Соответственно, на местах у операторов имеются определенные модули, и они так названы в честь того метода, с которого и начинается модель. Вот первая, пожалуй, программа ранней диагностики. Это диагностика и скрининг опухоли молочной железы. Цель программы примерно будет аналогичной тем и последующим. Это активное выявление ранее недиагностированных, латентно текущих случаев рака молочной железы. В первую очередь, локализованных форм для уменьшения смертности, повышения качества жизни и снижения экономических затрат на лечение. И также выдвинуты довольно унифицированные задачи для каждой из программ. Основная работа по лечению последующих потом случаев рака молочной железы проводится вот здесь, в Момологическом центре. И вся, так скажем, научная работа. Проведены определенные подготовительные мероприятия, как то программными средствами ракового регистра сформированы списки. Контингент населения внедрена в повседневную работу каждой медицинской организации города и области информационная система. И в этой информационной системе выделен отдельный модуль «Момография», в который как раз и вносят информацию все медицинские работники, которые подключены к этой системе. И в 2015 году у нас было 35 специализированных рентгенографических, мамографических кабинетов и один передвижной. Вот что мы получили. Значит, за два года, 2014-2015, прошло исследование 161 455 женщин. Это всего лишь 33% от запланированных. Из них женщины областной прописки гораздо лучше и, так скажем, детальнее обследуются. Почему? Потому что, скорее всего, с помощью организационных мероприятий мы доставляем пациентов к месту исследования либо доставляем к ним как раз инструмент обследования. Патологические изменения выявлены у 48 тысяч женщин, из них подозрения на опухолевую патологию у 10 с лишним тысяч женщин. Но мы должны себе признаться в том, что у нас больше 50% жительниц города и области не являются в медицинской организации. Вот что мы получили за последние пять лет. Средний ежегодный прирост заболеваемости составил примерно 3,8%, а ежегодное снижение смертности составляет около 1%. При первичном обращении сохраняются довольно высокие показатели выявления локализованных форм опухолей молочной железы, но мы имеем ежегодное снижение на 4,5% местно распространенных форм и на 6,7% генерализованных форм рака молочной железы. Следующая программа – это ранняя диагностика и скрининг опухолей шейки матки. Цель программы и задачи примерно аналогичны. Ранняя диагностика и скрининг шейки матки начинается с цитологического исследования мазков, полученных с рака шейки матки. Также проведены определенные подготовительные мероприятия с единственной разницей, что выделен модуль цитологии. Вот что получено в итоге. За последние 5 лет средний ежегодный прирост заболеваемости составил 6,7% и также ежегодное снижение смертности составляет около 1%. По стадиям сохраняются показатели высоких выявлений локализованных форм рака шейки матки с ежегодным приростом 2%. И за последние 5 лет ежегодно снижается на 6% уровень местно распространенных опухолей. Но в то же время мы отметили тенденцию, что у нас увеличивается на 8,5% уровень генерализованных форм рака шейки матки. Следующая программа – это программа опухолей толстой и прямой кишки. Цель программы примерно та же самая. Задачи несколько увеличены, потом скажу, по какой причине. Проведены определенные подготовительные мероприятия, выделен информационный модуль в системе армонколога во всех медицинских организациях, которые к этому подключены. Но работу мы провели всего лишь в одном районе области. Это был пилотный проект 2015 года. Население этого региона составляет примерно 30 тысяч человек. Мы посчитали, что из них подлежит обследованию 8700 жителей в возрасте 50 лет обоего пола. Но контакт был утерян с 1829 жителей. Следовательно, возможность работать и возможность пройти обследование мы можем обеспечить только 6885 жителям. Прошли обследования в течение года 687 жителей – это 10% от населения. Из них положительный результат кал на скрытую кровь мы получили у 14%. Более детальное обследование мы провели только у третьих пациентов. И мы видим, что есть в определенных позициях моменты, когда эти пациенты уже должны получать лечение. И последняя программа – это урологическое здоровье мужчин. Цель программы обозначена. Задачи также примерно аналогично обозначены. Подготовительные мероприятия – все те же самые. Единственное, что введен отдельный модуль – лаборатория ПСА. И, как видно из дизайна, ключевым моментом является исследование крови на ПСА. И в общей сложности ежегодно мы обследовали порядка 200 тысяч мужчин. Пограничным уровнем ПСА мы выбрали 10 нанограмм на миллилитр. И примерно таким образом у нас складывается, что для работы мы ежегодно берем около 5,5 тысяч жителей. И видим, что до старта этой программы была одна картина. А в 2010 году, когда эта программа стартовала, мы отмечаем, что за последние 5 лет ежегодное снижение смертности составляет около 1,5%, и средний прирост заболеваемости составляет более 15%. И в то же время за период с 2011 по 2015 год мы отмечаем прирост локализованных форм рака предстательной железы на 22,4%. В чем, по нашему мнению, могут быть успехи, связанные с развитием программ скрининга и ранней диагностики злокаченного на образование? Но прежде всего должно быть создано единое информационно-аналогическое пространство, в котором как раз и работают все пользователи, начиная от первичного контакта жителя с медицинской организацией и до администратора. И проводится активная деятельность всех участников этой программы в режиме реального времени. И в то же время сама система позволяет проводить постоянные анализы, контроль сведений, получаемых из этих модулей, с дальнейшей коррекцией наших мероприятий. В чем могут быть неудачи всей нашей работы? Ну, прежде всего, это активная миграция населения региона. Второй момент – это отказ жителей от участия в программах о ранней диагностике и скрининга злокаченных на образовании и низкой заинтересованности в последующем обследовании после включения в группы риска. Третий момент – это высокая стоимость отдельных диагностических методов исследований. Четвертый момент – это низкая плотность населения и значительная отдаленность от медицинских организаций. И пятый – это отсутствие активной популяризации данных в средствах массовой информации о необходимости такого труда, как ранняя диагностика злокаченных на образовании. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...